Ослепленный счастьем футбольных побед, молодой человек попал под колеса иномарки на перекрестке улиц Качалова и Ипподромная. Шел, как потом признался, на красный свет и не видел ничего вокруг. Радость от победы сборной России над Испанией затмила все и не возвращала мужчину к реальности уже два дня. Поэтому и претензий к водителю никаких не имел, и несмотря на полученные им травмы, о чем и рассказал Славата Мухмадулину. Я отдыхал, справлял снова обед в России. Парень рассказал, что уже второй день подряд с друзьями отмечал победу сборной России. Никак не мог нарадоваться. Эмоции подстегивали и другие матчи чемпионата. Рассказывает, после параллельного с игрой бурного застолья и победы команды Бразилии понял, что силы радоваться и возможности принимать горячительные у организма заканчиваются. Потому и решил пойти домой спать. Но так контролировать окружающую обстановку, как футболисты, не может. А имеющиеся навыки резко уменьшило выпитое. Вот, переходя дорогу, и не заметил летящий на него автомобиль. Увидел транспортное средство только тогда, когда уже лежал на его капоте. Это была аннексия. Сто пудов аннексия. Потому что у меня у самого аннексия, я это знаю прекрасно. Очевидцы поспешили вызвать полицию и скорую помощь. То, что получил травму, пострадавший не скрывал. Но не придавал им особого значения. Ну, поленка, локоть такое. Ну, просто увидели проходящие мимо люди, вызвали полицию сразу же. То есть я лег, я не мог встать, они подняли, я снова же встал. Врачи осмотрели молодого человека и уже было хотели его госпитализировать. В том числе и для выявления возможных других травм. Но молодой человек от этого категорически отказался. Говорит, сам виноват. И намекнул, что это заслуженное наказание. В том, что пытался перейти дорогу на красный, заявил сразу и громко. Поэтому и к водителю претензий не имел. Вы, то есть, претензий никаких к водителю не имеете? Нет, никаких, потому что я шел на красный свет в любом случае. То есть, вину вы свою признаете в этом плане? Но никто из очевидцев не стал исключать возможность, что он сам еще обратится за помощью к медикам. Когда эйфория от футбола поутихнет, а действие алкоголя сойдет на нет. Слава Тухмадулина, Фесса Минязева, Константин Бушуев, ВСОВ-112.